Всем ребят, здорово! Кори Сенхеген против Марлона Веры. Бой топов легчайшего или просто мясорезка? Два главных нокаутера, финишера весовой, оба вычистили ветеранов и схавали проспектов. Сегодня выясняет, кто из них подерется за титул следующим. И скажу сразу, спойлер, бой может получиться односторонний, но очень интересный. Выясняем, чем крут Вера, локти, колени, фронты, чего не хватит Кори? Или может Сенхеген это чисто его контра? Ну и самое главное, расскажу, где и как посмотреть поединок бесплатно. Делюсь своими соображениями в обмен на ваши лайки. Поехали! Начинаем по традиции с кардио, опыта и антропометрии. Опыт, но тут наверное Кори посерьезнее, его позиция была круче. Пока Вера добирался до вершины и сбивая не пойми кого, Кори на Эвересте воюет давненько и имена там были очень опасные. Джон Линникер, помните этого убийцу? Асун Сау, Стерлинг, Морайс, Делошоу, Петр Ян, Даун некоторым проиграл. Делошоу раздельным Яну решением, ну и Стерлингу, да, самым быстро проиграл. Но кто там в списке последние три года фигурирует у Веры? Андре Эвилы, Ноэлины, Эрнандесы, ну такое. Да, там был Альдо, Роб Фонт, оппозиция потихоньку повышалась, но все же оппозиция в лице трех бывших чемпионов куда круче, чем один бой с Альдо. Кстати, Вера там тоже проиграет. Также у них еще была пара одинаковых соперников. Заметьте, про Фрэнки Эдгара я промолчал, ибо потому, что они оба вырубили этого красаву на спаде. Отложим эту победу, она была равная. И еще был один бой с молодым дарованием Поднебесной, Сонгом Едонгом. Этого товарища они примерно проходили одинаково, нигде не было разгрома очевидного, а боем было сложновато. Вот только Кори забрал победу, после четвертого раунда остановили бой из-за большой сечки, а Марлон Вера уступит решением, хотя бой был там спорный и уйти мог в любую сторону. И даже вот голоса на ММА Десиженс разделились. И вот про этого парня я чуть не забыл, они тоже с ним оба дрались. Марлону Вере было там тяжело, и он проиграет решением, там не вывезет он по ударам и по очкам. Ну, объективное поражение. Ну вот Сенхиген будет хорошо контрить, уходить, проваливать его, разбивать на джебе, натыкивать ему с дальней руки, и все у него получится, и он победит. Поэтому это тоже важно. И по сути, по общим соперникам, которых было трое, Кори побеждает всех, Вера дважды проиграет. Хоть такая математика в ММА не работает, но факт есть факт. Но опыт у нас, это не только имена в списке и битве с чемпионами, это еще и пройденные чемпионские дистанции и тренировочные лагери к ним, где боится учиться распределять силы, проходить глубокие воды, и мы можем тут оценить еще и их и кардио. Марлон Вера проходил почти два раза чемпионскую дистанцию и побеждал, но работал экономно и проигрывал по очкам. Связано ли это с четким геймпланом, или он просто понимал, что может здесь устать, непонятно. Но мы помним, как Робфонт разбирал его на джебе почти весь раунд, а в концовке Вера его одним точным попаданием ронял лицом в канвас и забирал пятиминутку. И даже, даже против Доминика Круза было там все неясно. Доминатор четко забрал два раунда, все судьи отдали ему. Третий заберет, да, Вера, и в четвертом он его жестко нокаутирует. То есть мы видим, что Вера работает экономно, но дистанцию в 25 минут он осилит. Кори совсем другой боец, у него очень энергозатратный стиль. Сколько он двигается, финтит, кружит, обманывает постоянно, как на шарнирах, и первую половину боя он невероятно сложный соперник для любого. Многие говорят, что это Доминик Круз 2.0, и я с этим где-то соглашусь. Да, Кори подсдавал с дела шоу Пети в четвертом и пятом раунде, но, господи, он носился по догону, как тасманский дьявол, как же там не замедлиться. Мне кажется, Кори просто может съесть темпом Веру и заставить жестко устать. Если они начнут работать на равных, Марлон 100% не угонится, да и опыта именно главных событий чемпионской дистанции у Кори тоже больше. Он даже успел побиться за временный титул UFC. И ластецкий аспект антропометрия. Кори выше на 8 сантиметров, а в размахе рук и ног они плюс-минус равные. Ну и я считаю, Кори в этом бою справедливый фаворит за 1.7, когда Марлон Вера небольшой андердог за 2.33. Нокаутом Вера идет за 4.6, а вот нокаут от Сенхегена и вовсе за 5.7. Ну а роспись на весь бой там, конечно, шикарная. Выбирайте своего победителя, залетайте к моим друзьям, легальному партнеру Пари. У них полностью обновленный дизайн и он невероятно классный, стилевый, зацените. И там, конечно, есть не только UFC, там и БеллатР, ПФЛ, хоккей, футбол, кулачные бои. И куда же мы сегодня без киберспорта? По ссылке в описании вы можете поймать еще и фрибет на 1000 рублей для всех своих. И если она у вас зайдет, чистый выигрыш ваш. Но не забывайте про верификацию, это важно. Ссылка в описании, а мы двигаем дальше. Дальше у нас борьба и здесь, слишком долго говорить особо-то и не о чем. С одной стороны, Марлон Вера, опасный жесткий джинсер, на канвасе крут и даже не в сабмишинах, а удержании позиций и вот этих всех режущих локтей. Как помню, он сёк фонта и как добивал Умель, это было очень жестко. Но по его работе в октагоне мы видим, что бороться он и не спешит. Вот чтобы четко идти за переводом, это прям редкость. Он стал делать акцент только на ударку. Последний раз он искал приемы три года назад, когда еще бился с бойцами малоизвестными. А если он и пробует переводить, то по статистике всего 40% его переводов получаются. Сенхеген у нас борется посредственно. Да, он тоже в UFC побеждал рычагом локтя, умеет придумать и удушку. Правда, борьба это совсем не его стиль. Кори прежде всего имеет хорошую защиту, два из трех переводов он четко блокирует. Финтит, встречает коленями и всегда помнит, что его соперники в первую очередь хотят сблизиться и заклинчевать, и желательно бросить его. Он терпеливый, сабнуть его тяжело, на конвайсе удержать еще сложнее. Считался неуловимым червяком на полу, и только Стерлинг подпортил ему эту статистику, задушив в первом раунде за минуту. Там, конечно, Алджо воспользовался внезапностью, и будучи сухими в начале боя, он вышел за спину. Что было чревато против такого-то опасного джитсера? Хотя теперь мы понимаем, какой Стерлинг в этом крутой, и даже Петр Ян два раунда лежал, и ничего не мог с этим подделать. Марлон Верра, скажу сразу, не такой, как Стерлинг, он не забирает спины и жестко не бросает. Плюс и Кори стал опытнее, и я уверен, борьбы мы здесь не увидим вовсе. Может быть, попытки клинча от Веры, но это максимум. Как бы не хотел здесь Вера побороться, но все же это... Не твой уровень, дорогой. А вот что касается ударной техники, вот здесь полетят искры. Марлон Вера все чаще напоминает многим Чарльза Оливейру, такой прессингующий тайский бокс. Лютое пренебрежение защиты, но выход на свой сокрушительный удар. Атаки локтями на сближении, локти с вращения, фронты корпус, голова. Вымеряет дистанции лукиками и роняет с любой конечности. Но есть и обратная сторона медали. У Веры хромает точность и пробивает тяжелых ударов он маловато. Его часто спасали поздние финиши, иначе у него было бы намного больше спорных решений. Он плохо работает на суде, и многие соперники его просто перетыкивают на очки. И самым плохим соперником для него является именно Кори Сенхеген. Это настоящая его контра. Никто так ужасно против него в дивизионе смотреться не будет и даже Петр Ян. Кори неуловимый мститель. И представьте Круза, по которому было сложно Вере попасть, который финтил, двигался. А теперь представьте Кори, который на голову выше, который будет в два раза быстрее, и который будет в ответ тебя еще и жалить, пробивать. Не просто как Рус обозначать, а сокрушать и рассекать. А теперь подумайте, что у Кори есть подготовленные колени на все случаи жизни. Есть вертушки, которая для одного Марлона уже стоила карьеры. И плюс ко всему, Кори не пробитый ветеран. Которого ты постараешься рано или поздно подловить. Кори имеет чугунный держак. Он на моей памяти всего лишь раз был во флеш-нокдауне от Петро Яна, а зарубался со многими на равных. Чего стоит только Линокер. То есть Вера даже на точное попадание на тот же Лаки Панч рассчитывать здесь не может. Но подождите, если вы откроете здесь еще и статистику, вы ужаснетесь. Представьте, Кори пробивает акцентированных точных ударов больше в полтора раза и куда меньше пропускает в ответ. Вы понимаете, что это будет дикласс? Каждый раунд будет заканчиваться 45 на 9 или 37 на 6 по ударам. Вера просто устанет гоняться за Кори. Углы обрезать он не умеет и в надежде попасть и зарядиться он будет выдыхаться и будет разбит на контр-атаках. И не думайте, что я прям так жестко списал Веру. Просто Кори это его жесточайшая контра. В прогнозе на бой у меня однозначно побеждает Кори Сенхеген. Загибаем пальцы. Опытнее, лучше дышит, бороть себе не даст, а в ударке он ему максимально удобен. У Веры, конечно, есть вариант придумать идеальный план с тем же Клинчом, но как он сам быстро устанет от этого же своего Клинча. Ведь бой поставили на UFC в Вегасе главном и здесь даже удержанием и контролем не забрать. Слишком большая дистанция. Поэтому Кори, скорее всего, побеждает здесь решением. Финишировать Веру еще никому не удавалось и, скорее всего, будет дальше реванш против Пети Яна. Ведь Алджиумен Стерлинг будет биться против Сихуда, говорят. А если Генри вдруг пропадет, то там дальше Шон Омелли номер один претендент, да еще и хайповый. Остается только Петр Ян. Делашоу завершил карьеру, поэтому, ну, больше никого. А у меня на сегодня все, друзья. Если выпуск вам понравился, не жалейте лайка. И чем больше лайков и просмотров, тем больше крутых выпусков. Пишите свое мнение. Как думаете вы, кто победит? Вера или Кори? Все прочитаю. Турнир стартанет в 23.00.25 марта. Главный карт начнется примерно в 2 часа ночи. Все бои на вашем экране. Поединок Альберта Дураева четко в 2, Вера и Кори подерутся около 4 часов ночи. Для зрителей СНГ можно ворваться на трансляцию на Матч ТВ и Матч Боец. Ровно так же есть для всех доступнейший Файт Пасс. Ну а если вам и это не подходит, то милости прошу по ссылочке в мой Телеграм-аккаунт, где будет своя лайф-трансляция. Ну и не забывайте подписаться на канал и пробить колокольчик, чтобы не теряться. Всех обнял. Пока.